Всем привет! Сегодняшняя история от Анонима. Будет длинное письмо, в ходе которого где-то буду останавливаться. В конце я потом дам небольшое резюме и свой совет, как девушка попросила. И свои комментарии вы тоже можете писать под видео оставлять, она тоже ждет ваших советов. Здравствуйте, Галя, меня зовут... Ну, давайте имя я не буду называть. Мне 23 года, хотела узнать о стране, в которой я работаю и живу. Начала смотреть ваш канал. Мне тогда было 20 лет, то есть 3 года назад. Я долгое время работала с психологом. Естественно, все было как надо, в кавычках. Я выросла без отца, то есть ирония здесь. Без внимания, хоть и моментами была залюблена до не хочу, просто бабушками и всеми вообще вокруг. Родители развелись, когда мне было 3, а в 10 у меня уже появился брат и новый папа. Мама вышла замуж второй раз. И бонус, мы переехали из Харькова в Киев. Я была в шоке. В этот же год, точнее даже в этот же месяц, моего папу убивают. Я его похоронила с ужасной шизой на этот счет. Я всем доказывала, что он жив. Ну, отрицание это нормальное переживание. Горе, знаете, мне кажется, просто в этот момент вами не занималась, не оказала внимания мамы, не поддержала. Поэтому, вот, назовем, шиза такая была, да? Такая реакция активная, бурная. Переживали. Как раз я только вернулась в спортлагерь. Кстати, с 9 лет я занималась акробатикой, гимнастикой, балетом, потом 4 года бомбинтоном профессионально. Закалка спорта мне очень многое дала. Как-то так прошло мое детство. От мамы всегда я слышала, я не хочу обниматься. Вот я же говорила. Мама не тактильна, у мамы какие-то проблемы на эту тему. И так далее. Сейчас, благодаря мне и опыту, мы пришли к тому, что мы друг у друга есть. И мы должны ценить и любить друг друга. Но моментами это, конечно, нам дается еще сложно. Мы очень стали похожи. Мы уже все очевидно и понятно. Ибо я помню расцветку подушки, даже в которую я плакала из-за развода родителей. Но последствия, даже над которыми я работаю, это жесть. Да, я хотела бы услышать ваши комментарии. Но думаю, что я и так все понимаю. Почти все, ну, потому что вы в психолог уходите. Я маленькая девочка. Кстати, когда психолог мне задал вопрос, а кто такое имя, не буду называть. Я ей ответила, это маленькая девочка, хотя мне уже 23 года. То есть вы подзастряли в психотравме, разводе ваших родителей. Я никогда ни на кого не обижаюсь. Хотя, наверное, иногда нужно было. Совершенно верно. Вас не принимали с обидами в детстве, подавляли эту эмоцию, и вы не обижаетесь. Я прилетела после сложных отношений с человеком. Естественно, старше меня и абсолютно холодным в Турцию. Мне сразу все здесь понравилось. Приключения, новые люди, обстановка. Я была в восторге. Так я проработала 6 месяцев. С мая по октябрь я работала в отеле в Кемере спортивным аниматором. Конец сезона. И тут он 2 метра ростом. Красивый, очень лучший друг директора отеля, в котором я работала. Пусть это будет самый поучительный для вас урок девочки. Он следил за мной 4 месяца. Потом решил познакомиться. Я его смутно помню. Точно видела его пару раз где-то. Запомнила чисто визуально из-за его высокого роста 2 метра. Так как я аниматор, и все гости мои друзья, девочки, с которыми я общалась, позвали меня в клуб в нашем отеле. Сказали директору, мы без нее не пойдем. А директор хотел их закадрить тогда. В общем, к нам за стол пришел этот 2 метровый и пригласил на продолжение банкета. Но мы пошли все. Так мы познакомились, получается. Оказалось, он очень хорошо говорит на русском. Прожил 10 лет в Москве. Через пару дней... То есть он работал... В Москве 10 лет работал как-то сезонно. Тут написано, вообще непонятно. Через пару дней в Бельдебе прилетели мои бабушка и дедушка, которые меня воспитывали. Дедушка мне как отец даже больше. Он предложил машину их забрать. Я отказалась и сказала, что все сделаю сама. Через пару дней я поняла, что сама-то я этого ничего не сделаю. И в итоге согласилась на его предложение. Мы их забрали. У него хорошая машина и так далее. Как потом оказалось, он заплатил еще по курсу доллара 5-2 тысячи долларов. Я была в шоке. У дедушки был день рождения. В тот день как раз нам устроили а-ля карт фейерверк. Меня освободили от работы. Мы просто тусили весь день в отеле, где я работала. За что он заплатил, я так и не поняла. За аренду машины и фейерверки или что. Но это не важно. То есть, видите, меня заметили, для меня что-то сделали. Я поражена. То есть, он легко к вам проложил. Он на самом деле стал папой вашим. Ну, вы сами это писали, я маленькая девочка. И вас это, естественно, покорило. Дедушка аж плакал. Это было сильно. Потом он мило отвез их домой обратно. Наверное, думаю, в отель, да? У них даже имена были похожи. Барыш и Борис. Я очень переживала, как девушка отнесется к этому знакомству. Что внучка приедет его забирать на машине с непонятным мужиком, турком. Мы не спали, просто гуляли. Часто ко мне приезжали подружки. Он всех выгуливал. В один момент он психанул и сказал, да когда уже? В итоге мы переспали. Через пару дней я улетела домой. Видите, не по вашему желанию. Мне нужен ухаживать, ромашки, цветочки, выгуливание. Я еще девочка. Я не хотела отношения. Я как-то в видео о своем вот это говорила, да? Девочка, которая флиртует, но не понимает для чего, зачем. Он надавил, я дала то, что он хотел. Это не по любви и не по желанию. Я улетела домой, контракт был окончен. Он хотел, чтобы я приехала обратно, но я не приехала. Он сказал, сказать, что он меня зацепил. Да нет, на тот момент. Прошел год. Мы не общались. И, кстати, накануне моего отъезда произошел момент. Мы сидели, говорили, мол, а что дальше? Он сказал, да, у нас разное все. Религия, культура, ну давай попробуем. Он нарцисс и бабник, если что. Вопрос, а зачем вам нужен, если вы уже знаете, что он нарцисс и бабник? Зачем у вас как бы вообще стоп-сигналов получается? Нет? О, маньяк, убийца, насильник. Стоплю-ка я с ним в отношения. Да, так получается. Я, конечно, понимаю, что это разные категории, но суть-то такая. Я вижу, какой он. Ну, пожалуй, я в это окунусь. Да, чистый прям невроз, да? Там прям адский портрет, если его описать. Не любит говорить ничего, никогда не рассказывает, скрытный. Я все сам, мне ничего не нужно, одержим только свою работу. Короче, я улетела домой. Потом звонок через пару месяцев, давай, ты прилетишь ко мне, я о тебе думаю. Ну, я растаяла. Дальше психолог, карантин и закрытие границ. Я понимала, что прям к нему я уже не полечу, мне нужна там работа. Я себе купила новый желтый чемодан и на него читала каждый день мантры, чтобы границы открыли. Я подписалась на все группы русско-турецкие и везде мониторила работу. И аллилуйя, мне повезло. Четыре месяца ожиданий. Четыре. В тот же вечер я и улетела. На тот момент мы не общались, он на меня обиделся и не говорил со мной. А звонила и писала часто я. Ни ответа, ни привета. Чистый невроз, зачем вы это делаете? Ни ответа, ни привета. Ну, у вас же психолог есть, так что все окей. Короче, я прилетела и по иронии судьбы опять в Кемер, в тот же город. Я только заселилась, невыспанная, вообще никакая. И тут едет машина. А у него их несколько, я тогда не знала. Я смотрю, и на меня кто-то из машин аж выпрыгнул через лобовое, смотрит, вытаращился. Он не понял и написал сообщение тут же мне. Ты что, приехала? И навстречу, вылетая возле меня, останавливается машина. Это был он. Дальше два года коту под хвост. Я дурочка, осталась жить в Турции, вместе с ним. Так делать было нельзя. Потом он перестал вообще брать какую-либо ответственность хоть за что-то. Ну, есть и есть, как бы я. Нет, значит, нет. Не помогал ни в чем. Меня вычистили всю квартиру, украли все вещи, потом был суд. Я это так в красе рассказываю. Вы думаете, он мне помог? Да мне жить было негде. Я все решала сама. Стала взрослой. А документы? Мне нужен был адрес. Ой, короче, два года он мне кричал, брось меня, я не хочу, чтобы тебе было больно. Мне вопрос, чего два года-то его не слышали? Бросьте. Он же говорит об этом. Вы не хотите слышать, да? Он нравится в невроде жить, мучиться, жрать кактус, а продолжать колоться. Но в то же время он был со мной всегда. Хоть изменял мне постоянно, я даже начала думать, что это нормально. Так у всех. Прошло два года. Я осталась там одна. Улетел домой. И я за ним опять скучаю. Очень. Помогите. Мне опять предлагают контракт, опять туда же в отель, но я так больше не могу. Это замкнутый круг. Что вы можете сказать? Как это закончить? Забыла сказать, что ему 40 лет. Разница у нас 17 лет. Как закончить? Ну, не делать того. На самом деле с неврозом просто работать. Заставлять себя бить по рукам. Назовем это через силу и волю. Не делать то, что ты понимаешь, что это плохо. Если ты будешь жить на поводу своих чувств и эмоций, как я хочу, мы видим, вот к чему пришло. Мозг надо включать, здравый смысл, свой рассудок, останавливать себя. Вот в неврозах такая история. Не эмоциями мы живем. Когда у нас подавление идет, нас подавляют, мы не знаем своих, например, истинных желаний, вся эта история, нам надо жить эмоциями, потому что подавляет мозг. В историях с неврозами от противного идем. Нам надо жить разумом, рассудком. Если я знаю, что это не окей, не надо, я это не делаю, заставляю себя, бью по рукам, условно насильно себя заставляю, что-то не делать. Все очень просто. Вы живете эмоциями. И вот видите, куда ваши эмоции благодаря вашим травмам приводят. У меня возник вопрос. Вы продолжаете, например, работать с психологом или нет? Потому что то, что вы в конце описали, здесь нет никакой работы психолога, потому что вы скатились вот в эту яму, живя, подаваясь своему неврозу. Вы нашли свою... Я думаю, что вы психолога отвергли, потому что понимали прекрасно, да, это избегание, что если я продолжу с ним работать, с психологом, то я вот такие отношения не зайду. И вот этот мужчина просто идеально вам подходящий под ваш невроз, под закрытие всех этих моментов. Однозначно, конечно же, я по нему скучаю. Поймите, что ваша зависимость любовная, это как наркоман. Вы скучаете по героину, по бутылке водки там или вискаря, или еще чего-нибудь. Это то же самое. Он вам не нужен. Вы его не любите. Это не любовь. Любовь это когда меня любят, мне не делают больно, мне не изменяют, меня поддерживают. Он всего этого не делает. И у него какие-то свои проблемы с головой, однозначно, когда он говорила, брось меня отстанье, вы как пиявка присосались. Сейчас еще меня спрашивают, если это, а как мне вот это закончить, а то я опять начну дальше к нему присосусь, когда приеду, буду дальше страдать. Вы поймите, что это не любовь. Раз. Два. Вы кайфуете и а-ля любите вот в этих страданиях, пока этот процесс мучения у вас идет. Это и есть невротик, невротические отношения, невротическая привязка. Вот оно. Следующее. Заставлять себя не делать так, как мне хочется. Да, наступать на горло своим вот этим желанием, потому что мои желания не истинные, а больные из-за моих психотравм. Они меня заводят, скажем так, никуда, не там, где хорошо и счастливо, а там, где плохо, где страдать нужно. Дальше и больше. Мы все найдем того, кто нас сбить, колотить будет и так далее. Дайте только время, если будете жить по чувствам своему, поддаваясь своему неврозу. Вообще, вот по-нормальному, вам надо, конечно, психологу идти. Вам надо вот эта красивая фраза, честно, у меня уже мозольные всякие слова, прорабатывать. Не люблю вот эту фразу. Я бы сказала, работать над собой, но не прорабатывать. Не в психологе вообще дело, а работать над собой. Вы многое поняли, скажем так, узнали о себе благодаря психологу, это классно. Но главная проблема-то не решена. Вот это вот у вас зацепка невротическая такая осталась. Прямо такой классный вариант нашли. Два года коту под хост потратили. Знаете, одно радует, что вам только 23 года, у вас еще времени вагон и тележка. Смотрите, если вот конкретно, чем мне делать? Идти к психологу, если у вас на это есть возможность временная и финансовая. Второе. Не ехать в этот отель, не искать контакта с этим человеком, но всегда заблокировать, не вступать с ним в какой-либо вообще диалог и контакт. Вы видите, это вас разрушает. Ну, сколько можно же, правда, в своих даже уже личных ошибках учиться, с чего повторять, опять на те же граммы надо наступать, правильно? Ну, хватит уже, давайте любить себя начнем. Тянет вас не к нему, а к больной зависимости, к процессу того, что он над вами издевается морально. И у вас такая сильная любовь, потому что вам больно. Чувство, которое вы любви и тяги к нему испытываете, на самом деле, это чувство любви и тяги к вашему папе, которого вы потеряли тогда в три года. И вот эти больные отношения, он вам, скажем проще так объясню, этот человек, эти отношения вам наносят такую же сильную боль, которую вы пережили, застряли в своей психотравме, развод ваших родителей. Вот они разводились, вам было больно, и сейчас вы нашли того, кто делает вам точно так же больно. И это ложная мысль, что я его люблю, мне больно делать, я его люблю. На самом деле, это вас переносит в ваши три годика, и вы тогда просто не понимали, что происходит, да, про развод. И вам было так же больно, я люблю сильно папу, но мне больно от того, что он не со мной. Но я продолжаю его любить. Верно. Мы не можем не любить наших родителей какими-нибудь там козлами, ужасными там, не знаю, убийцами, еще кем-то не были. Мы любим своих родителей. И родители не выбирают, потому что я 50% кровь и плоть от своих родителей, в том числе от папы. И на самом деле вам надо вернуться в ваше прошлое, разобраться, вам вы до сих пор не пережили развод своих родителей. Это ваша психотравма, в которой вы заостряли. Вот психологом вы должны были прорабатывать, мазулистое слово, вот это. Вы должны сюда вернуться. Понять, какая мама, какие у нее предпосылки, какой характер, с какой она семьи. Как ее воспитывали папу, какой его характер, какие предпосылки. Почему они разводились, причины. Могли ли они поступить тогда по-другому в той ситуации. Должны ли поступать, принять их позиции. Было как было, мы прошлое поменять не можем. Посмотреть, а что тогда маленькая вот эта девочка, я в детстве, в три года, я могла как себя тогда повести? А что я могла делать? А что мне не хватило? На самом деле, вам тогда в три года не хватило поддержки. Вас кинули и папа, и мама. Вам было больно, и ни один из них вас не поддержал. Мама была не тактильная, не контактная. Не хочу обниматься. А потом я заняла свою жизнь. У вас появился отчим, братик еще родился. То есть, а вас от папы оторвали, вы думали, мама виноват. На самом деле, вина это не в маме. Это 50-50% папы-мамы вина. Папы тоже от вас, ну, зовем по-честному, развелись. Он бы тоже мог больше контактировать, например, да, еще больше. В общем, они занялись каждой собой, а ребенка трехлетнего, переживающего развод, не поддержали. Поэтому эта боль внутри вас осталась, зафиксировалась и перенеслась на недоступных, травмирующих мужчин в вашей жизни. Да, роль выполнял ваш дедушка, как вы сказали, у него даже больше, чем папа. Видите, не папа выполнял роль. Папа ушел в итоге. И только с мамой разводил, пошел, прокинул вас. Он в эту роль отца на себя не взял. Поймите, можно выполнять роль образца мужчины, отца, не жить вместе, быть в разводе. Ну, есть же такие случаи, понимаете? Это не исключение. Это же от человека зависит, от мужчины, от его желания заниматься, общаться с ним ребенком. У меня есть на терапии клиентка. Она в разводе со своим мужем. Они в разных странах живут. И он прилетает к ним, там раз в три месяца общается со своим сыном, путешествует, водит его куда-то и так далее. Разные страны не преграда. Было бы желание. И ребенок четко, мама уже другие отношения, новая семья. Но четко ребенок знает, кто его папа, кто его защитит, кто его друг. У них отличные отношения. Это можно назвать в исключении из правил. Но это хороший пример. Людей со здоровой психикой, когда по-взрослому нормально разводятся, принимают друг друга. И для ребенка продолжают общение. Ребенка нет проблем с ролями, кто есть кто. И тому подобное. Защита испытывает от родителей и тому подобное. Вот пример. Что бы я вам посоветовала? Подведу итог. Как я уже и сказала, повторюсь просто чуть-чуть вкратце, что не общаться с этим человеком, проработать над своей травмой развода родителей, принять это. Они не могли по-другому. Мы уже ничего не поменяем. Сейчас время только вам, можно поменяться. Чтобы не быть как родители, не повторять эту боль и не опять не относиться в свои три годика время развода, заставлять себя делать то же сейчас, что я не хочу. Не жить по своим эмоциям и желаниям, что они у меня, видите, к чему приводят? К боли, к психотравме. А я живу своей волей, своим разумом, понимая, я не делаю то, что меня разрушает. Я не делаю то, что приведет к плохим последствиям. Я не общаюсь с токсичными людьми, которые мне изменяют, которые мне делают больно. Это не только мужчин касается, а и друзей вокруг и так далее. Вы можете поехать в Турцию опять в этом сезоне куда-то работать, но просто выберите другой отель. Не выходите на контакт с этим человеком. Если вы так сопоставите события, что поедете в тот же отель и обратно вернетесь, или где-то рядом будете, и допустится вот эта встреча с ним, вы неправильно поступили, потому что этот шанс вы должны были просчитать заранее. Шанс того, что вы опять с ним встретитесь, опять какой-то контакт будет. Не надо это делать. Выкинули, отрезали, заколотили. Если вы настроены менять свою жизнь к лучшему, быть здоровым человеком, вот надо делать так. А если вы настроены дальше страдать, то у вас сейчас посыпется куча аргументов и доводов, сопротивления вашего, почему я не права, и как там обстоятельства и все прочее. Выбор за вами. Я вас поддерживаю. Поверьте, вы не одна. Очень многих это проблема. Вы не одна, поверьте. Ничего страшного. Все можно изменить. Спасибо всем за внимание. Пишите комментарии. И всегда в инфобоксе я оставляю свою почту. Присылайте, пожалуйста, ваши истории. Я могу также их озвучить, видео обсудить. Либо, если вам нужна консультация меня как психолога, пишите в теме письма «Консультация». Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok